Знакомство с бизнес-сообществом Белоярского Николай Ивлахов начал с посещения филиала фонда поддержки предпринимательства Югры. Здесь же работает бизнес-инкубатор, где начинающему предпринимателю можно на льготных условиях снять офис. Большинство кабинетов сейчас занимает медицинский центр. Счет пациентов уже идет на тысячи. 3000 человек получили консультацию. То есть это профилактика заболевания. Это вообще очень здорово для города, я считаю. Объект для города важный, но по федеральному закону арендовать офис в бизнес-инкубаторе можно только на три года. Дальше предприниматель должен уйти в самостоятельное плавание. Но новое помещение медцентру придется обустраивать с нуля в соответствии с СанПИНом, вкладываясь в ремонт, а не в развитие бизнеса. За вариантами решения вопроса предприниматель обратилась к Николаю Ивлахову. А омбудсмен в свою очередь рассказал о уже решенных проблемах и реализованных инициативах. Когда поступив в должность, предложил Наталье Владимировне провести 2017 год под девизом «Я компетентный предприниматель». Потому что предприниматели в большинстве своем это обычные люди, зачастую не имеющие ни экономического, ни юридического образования. И соответственно проблемы возникают у нас вот на ровном месте, когда мы зарегистрировались, мы тут же попали в группу риска. Наталья Владимировна поддержала. Недавно я подписал распоряжение и план мероприятий с контролем надурным органом провели в совещании буквально на днях. Николай Ивлахов принял участие в Координационном совете по развитию предпринимательства. Здесь ему тоже активно задавали вопросы. Например, многих волнует процедура перехода на новые контрольно-кассовые машины с функцией онлайн-передачи данных в налоговую службу. Как это правильно сделать? Кому именно нужны новые кассы? Возможно ли, что все изменится и некоторым они не потребуются? Вопросов было много. Также местных бизнесменов беспокоят недобросовестные конкуренты. Например, те, кто организует так называемые совместные покупки. «Я готова конкурировать с сетями. Я не готова конкурировать с женщинами, которых... Зайдите в наши социальные сети. Их там, ну, порядка, ну, не меньше 30, которые занимаются вот этим вот пресловутым бизнесом. Они не платят никаких налогов». Этой проблемой изобочены и местные контролирующие органы. Основная трудность – необходимо доказать систематичность получения дохода от такой торговли. Но работа идет и будет продолжаться. «В первый раз нам нужно доказать систематику. Систематику доказать очень тяжело. То есть эта работа продолжена. Сейчас у нас мы только так же сейчас составили план налоговой инспекции по поводу вот этого всего бизнеса. Ну, если так можно сказать, наверное, выясняем работодателей данных, граждан. Есть такие граждане, которые работают и в муниципальных учреждениях, и в органах власти. То есть эта работа будет однозначно продолжена и будет активирована». Задавали Николаю Влахову и вопросы, касающиеся организации досрочного завоза товаров в отдаленной деревне района. Эту серьезную тему подняли на уровне муниципалитета. «Первое – это изменение в законодательстве субъекта Российской Федерации. Бюджетный кодекс на уровне Федерации дает право давать бюджетные кредиты субъекту Российской Федерации предпринимателям для обеспечения досрочного завоза продуктов питания в отдаленные населенные пункты. Но на уровне субъекта данная норма не принята. Это первый вопрос, что позволило бы не отвлекать собственные средства, а заводить с помощью заемных средств под низкую финансовую ставку с компенсацией части стоимости транспортных расходов». После Координационного совета Николай Влахов провел и личный прием. Несколько предпринимателей пришли, чтобы более детально поговорить о своих проблемах и возникающих трудностях. Предлагают они сами и варианты решения. «Кобусменовая привела вопрос о переходе автотранспортных средств на газомоторное топливо. Программа государственная есть, но она пробуксовывает на уровне, можно сказать, не только округа, но и на федеральном. Чтобы ее быстренько решить, и чтобы округ наш, который имеет такие запасы газа и газонаполнительные станции здесь для заправки, чтобы оперативно все решить. Чтобы помощь осуществлялась напрямую предприятиям, а не окружным, и напрямую можно выходить прямо на федерацию. А со стороны муниципалитетов и окружных властей только требуется подтверждение тех, кто занимается пассажирскими перевозками». Вопросы бизнес-омбудсмен записал и заверил, что ответ на них обязательно будет получен. По словам Николая Ивлахова, связаться с ним в рабочем порядке и даже попасть на личный прием не представляет трудностей. Для диалога он открыт. Ирина Филиппова, Дмитрий Слепенков, Время новостей, Белаярский.